Дорогие друзья, здравствуйте, день добрый. 27 октября 2020 года у нас на календаре. Радостное, веселое такое у нас событие, потому что у нас сегодня будет, на мой взгляд, весьма оптимистичный вебинар, посвященный, безусловно, зарубежной недвижимости, посвященный конкретной стране. И вот тут как раз дело в том, какая страна. Мы будем сегодня говорить о Греции. И сразу я хочу представить свою замечательную собеседницу. Это Наталья Цераруа. Наталья, привет. Добрый день, приветствуем всех. Наталья находится сейчас на Корфу. Наш эксперт по Греции Наталья. И сразу такие важные фразы о том, как мы сегодня работаем. Значит, мы сегодня час с небольшим будем общаться. Вы можете задавать свои вопросы в чате. Анжелика, коллега Наталья, будет отвечать на вопросы в чате. Ну, а мы поговорим о таких весьма-весьма важных вопросах. Дело в том, что, понятное дело, последние полгода вокруг вот этой пандемии все как-то вращается. И избежать этой темы совсем уж не удастся. Но, вот, вы знаете, все страны, небольшую угодную себе позволю, о которых мы сейчас говорим, они делятся на три категории. Первая категория – это те страны, которые тяжело пережили первую волну, а сейчас у них вроде ситуация чуть-чуть полегче, даже несмотря на то, что, ну, статистика может быть не самая оптимистичная. Вторая, второй тип стран – это которые, от которых приходили, в общем, позитивные новости весной этого года, а сейчас как-то все стало вдруг неожиданно сложнее. Например, я могу говорить о странах Восточной Европы, как-то, ну, почему-то нервно оттуда какая-то сейчас информация приходит. А вот Греция, ну, стучу по дереву, как-то не то, что там ничего нет, там все тоже, наверное, непросто, да и просто сейчас быть не может. Как говорит древняя китайская пословица «в кастрюле с горячей водой нет холодного места», но все равно как-то относительно оптимистичные новости приходят, по крайней мере, с медицинской точки зрения. Вам пишет, Наталья, что вы очень красивая. Я соглашусь с этим. Наталья красивая. Очень приятно, очень приятно. Пока к нам вот еще зрители присоединяются, расскажите нам несколько слов все равно о том, что у вас, как сейчас происходит. И важно подчеркну, что Наталья находится не просто в Греции, Греция она такая разная-разная-разная, Наталья находится на острове Корфу. И в первую очередь недвижимость Корфу она представляет, хотя ее компания работает не только с корфианским недвижимостью. Наташ, слово тебе. Уважаемые друзья, уважаемые партнеры, я очень рада, что вы нас смотрите, что вы нас слушаете, потому что нам было очень важно встретиться именно в этот период. Потому что нам есть что сказать, у нас есть первые результаты того, что мы сделали после пандемии. Поэтому, когда мы с Филиппом определяли тему нашего разговора, для нас стала важная тема, что будет интересно вам всем. То есть рассказать о золотой визе, мы об этом говорили уже много раз. Рассказать о той недвижимости, которая есть в Греции, мы тоже об этом говорили. А вот то, что произошло реально после того, как открыты были границы Греции после пандемии, вот это действительно золотая и полезная информация. Ну что ж, об этом будем говорить, Наташа, смотри, давай так. Вот ты сказала, что границы Греции были открыты. Несколько слов об этом. Вот что значит открыты? Потому что, ну, при взгляде из России, кажется, что все границы сейчас закрыты. В двух словах о том, как это работает в Греции сейчас. Итак, открыты границы в Греции. Конкретно распоряжение от и нашего греческого департамента, и от российских властей вышло 7 сентября 2020 года. Конечно же, этому все очень сильно обрадовались и стали ожидать прямых рейсов. Прямые рейсы, к сожалению, так и не были выставлены. То есть наш российский аэрофлот и наши российские линии. В принципе, не были готовы сотрудничать с открытой греческой границей. Что было сделано? Наши замечательные клиенты, наши преданные клиенты нашли варианты, каким образом можно въехать в страну. То есть, да, граница открыта. И в Грецию можно въехать через любую третью страну. То есть, это Каир, это Лондон, это Белград, это Белоруссия, это Турция. На сегодняшний день можно в Грецию въехать через любую европейскую страну. Что самое интересное, даже не нужна дополнительная виза, потому что люди, въезжая в страну, они просто находятся в транзитной зоне и полностью покрывают тот необходимый лимит, который дает нам наша обычная виза С, наша обычная туристическая шенгенская виза. Ну, то есть, в двух словах поясняя, когда ты перейдешь из одной стороны в другую, всегда есть две проблемы. Проблема на одной границе, проблема на другой. Вот с греческой стороны проблемы нет. То есть, если вы откуда-то покупаете билет в Грецию, садитесь на самолет и едете туда, то Греция вас, условно говоря, радостно встретит. Греция радостно встретит. Есть договоренность вот именно с этими странами, которые пропускают транзитников, которые приезжают из России, из Белоруссии, из других стран бывшего СНГ. Все это является договоренностью на уровне нескольких стран. То есть, страны договорились и греки настаивают на том, чтобы тот же Египет, тот же Лондон пропускал всех покупателей, всех путешественников на территорию Греции. Ну, давай теперь несколько слов все-таки о том, как рынок недвижимости Греции жил последние полгода и к чему он пришел сейчас. Мы с тобой общались, говорили об этом, если мне память не изменяет, в мае 2020 года. Тогда, ну, с одной стороны, ты, как всегда, была полна оптимизма, хотя, безусловно, тогда ситуация была даже в европейском, в европейском лимунике такая зажатая. То есть, тогда никто никуда не ездил, тогда число сделок объективно снижалось и было близко к нулю. Что происходит сейчас, как сейчас, насколько активен рынок и в чем эта активность выражается? Вы знаете, для греков в этом году, я бы сказала, один из лучших и самых успешных годов по продажам. Почему? Все знают, что наши ближайшие соседи, это представители Великой Британии, в этом году у них поставлен лимит временной для того, чтобы у них была возможность съезжать в Европу, они должны были приобрести что-либо на территории европейского сообщества. Греция была очень излюбленной страной и остается ей, и в принципе это было подтверждено. То есть, как только получили возможность англичане въезжать в Грецию, это было в июне месяце, началась очень активная покупательская вот такая история со стороны британцев. То есть, им нужно закрепиться в Европе, чтобы не выходить на золотую визу, которая будет стоить для них точно так же 250 тысяч. Они покупали недвижимость, которая была для них очень, скажем так, в эконом-плане приятной. То есть, 30, 40, 50, 150 тысяч. Поэтому англичане проявили свою повышенную активность. Далее, проявили свою повышенную активность те, кто хотел приобрести себе именно дом для того, чтобы проводить форс-мажоры. То есть, люди живут в Европе, но им их квартира не нравится, и их больше привлекает проживание в Оливковой роще, на берегу моря. Поэтому они пересмотрели, переформатировали свое видение нахождения в данной стране, и Греция их привлекла именно и в таком плане. Поэтому я бы сказала, что этот год ковидный, вот этот год с пандемией полностью обнажил новые требования покупательские, полностью обнажил новые вот такие кейсы. То есть, люди, если раньше хотели квартиры какие-либо, где бы либо, то сейчас они от нас требуют совершенно другое. У нас появились абсолютно другие установки у нашей аудитории. Значит, конечно же, прежде всего, очень активно люди занимаются поиском недвижимости именно для получения вида на жительство. То есть, цель одна из самых главных. Мы все были закрыты, мы не можем въезжать в Европу. У нас есть виза шенгенская, но она нам возможности въезда в Европу не дает. Поэтому нам нужна именно та волшебная программа, которая есть у греков. А программа эта называется «Золотая виза». То есть, всплеск, очень большой интерес к программе «Золотая виза». Ну, смотри, интерес, мы это тоже фиксируем у себя, но одно дело интерес теоретический, а другое не дело интерес практический. То есть, даже если люди готовы купить, если даже люди готовы получить вид на жительство через покупку недвижимости, нужна техническая возможность это сделать. Давай несколько слов об этом, как это все работает сейчас. Ну, давай начнем, например, с приобретения недвижимости и далее с покупки. Тем более, насколько я понимаю, нам есть не только что обсудить, но и что показать. Да, действительно. У нас за то время, когда открылись границы, когда к нам смогли приехать наши покупатели, приехали они через очень много препон, через очень много преград, но они добрались до нас. И мы действительно можем рассказать вам о конкретных практических примерах, как к нам люди приехали, что они для этого сделали и как они уехали. То есть, не только к нам надо приехать, но еще спокойнее добраться домой и не засесть на двухнедельный карантин. То есть, самый главный вывод из всей истории состоит в том, что люди, приезжающие в Грецию, находясь в Греции сегодня, возвращаясь в свою страну, не попадают в двухнедельный карантин. Это очень важно. То есть, благоприятная обстановка в стране как была, так и остается. Ну, давай тогда так. Вот, предположим, человек заинтересован в приобретении недвижимости. 250 тысяч плюс, меньше, неважно. Как вы сейчас решаете эту задачу? Самое простое предложение – это дистанционный показ того объекта, который может быть интересен. То есть, естественно, идет очень длительная работа с покупателем. Мы выбираем объекты недвижимости и начинаем конкретно показывать каждый объект, каждый дом, каждую виллу в онлайне. То есть, я еду конкретно сама непосредственно на объект, на виллу и начинаю гулять вместе с моим покупателем по этой вилле. Я показываю каждый уголок, каждый плюс, каждый минус. И человек может действительно в реальности понять, о чем мы говорим, какие есть плюсы, какие есть минусы. И я всегда считаю, что необходимо показать лучше больше каких-то недостатков, каких-то нюансов, которые могут человека в реальности, да, как-то отпугнуть или насторожить. Потому что недвижимость бывает самая разная. Поэтому лучше мы покажем то, что есть в реальности, чем мы сделаем картинку, которая не будет соответствовать этой реальности. Давай просто посмотрим, да, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Просто посмотрим, как происходит вот этот показ. Небольшой у нас сюжетик, ну, наверное, секунд 30-40. И ты, наверное, просто комментируешь, что мы видим. Я думаю, что сейчас нас как раз коллеги наши включат это видео. Ну, вот она минута и так. Да, это новый вид работы нашей компании. Вот как раз мы стали этим заниматься именно в момент, когда все границы были перекрыты и все границы было неизвестно, когда откроются. Так вот, мы стали готовить для наших эксклюзивных объектов вот такие 3D-виртуальные туры. То есть человек может реально погулять сам по этой вилле. Он может покрутить стрелочки. Он может заглянуть в зону барбекю. Он может заглянуть там, где есть бассейн. Он может посмотреть с балкона, какой вид открывается. И вот, вы знаете, благодаря вот этим 3D-турам действительно очень многие покупатели получили реальную возможность почувствовать ту атмосферу и посмотреть действительно на каждый уголок. Все съемки, все фотографии делаются абсолютно без фотошопа, без каких-либо приукрашиваний. И человек видит ту реалию, которая есть на самом деле. На твой взгляд, насколько все-таки такой подход решает задачи покупателя? Насколько вот так показав, ты можешь посмотреть? Все равно же 100% этаж детственности не будет. Нет, ну естественно. По крайней мере, человек первоначально ощущает ту атмосферу, которую не ощутишь просто просматривая фотографии на сайте. На сайте, это первое. Второе. Кроме вот такого 3D-тура, мы, естественно, организуем и видеопоказ. То есть я хожу по соседям, я показываю, как мы подъезжаем к нашей вилле, какая у нас дорога, какие у нас ворота. То есть, естественно, человек, находясь дома и рассматривая эту виллу, он, по крайней мере, получает первые представления. И потом он для себя уже определяет, ему это интересно или нет. И потом мы уже договариваемся о том, как он сможет въехать в страну. Мы подсказываем сегодняшние пути, как Греция может принять своих покупателей. Я думаю, что вот о путях мы, безусловно, в течение, через несколько минут поговорим. Я попрошу, наверное, показать второе наше видео, которое показывает, а что, собственно, как ты ходишь по окрестностям какой-то конкретной виллы и что здесь можно посмотреть. Да, как это выглядит. Итак, давайте смотреть. Я с вами гуляю по вилле, показываю вам, что мы видим в нашей округе. Вот, посмотрите, такой столик импровизированный бассейн. Очень приятная атмосфера и, конечно же, вот само настроение этой виллы располагает на отдых и на действительное расслабление. Прекрасная инвестиция и прекрасное вложение. Действительно, прекрасная инвестиция, прекрасное вложение. Вы знаете, очень часто у меня начинается работа с клиентом именно с заявки. Наталья, вы можете нам организовать видеопросмотр? Мы хотим показать, посмотреть, это реально существует или нет. Потому что я понимаю прекрасно, у людей есть очень большой процент недоверия. Почему? Потому что, находясь далеко, находясь в той недосягаемости до объекта, у людей возникают вопросы. А фотографии сильно отфотошопены, фотографии сильно отредактированы или там, может быть, что-то нереально существует. Поэтому я всегда с удовольствием еду на эти объекты и говорю, у нас есть эта вилла, у нас есть вот такие стройматериалы, из которых эта вилла построена. У нас есть вот такая фурнитура, вот такая мебель, вот такая техника. То есть все это конкретно в режиме онлайна идет. Я считаю, что вот благодаря таким показам мы и смогли закрыть вот буквально за последний месяц несколько очень серьезных сделок с людьми, которые сначала посмотрели эти виллы, а затем уже к нам приехали и уже вернулись домой в счастливом ожидании, когда будет сделка завершена. Хорошо, давай так. Все равно купить недвижимость как-то надо для того, чтобы получить основание для получения вот золотой визы. Посмотрел, как я осуществляю после этого сделку? Как технически купить объект, не приезжая в Грецию? Технически купить объект достаточно легко, потому что полностью все шаги, полностью вся технология отработана. И опять-таки это отшлифовалось именно в момент пандемии, то есть в момент, когда у нас была закрыта полностью возможность приехать в страну. Итак, нам понравился объект. Что мы должны для этого сделать? Конечно же, мы должны зафиксировать нашу цену, то есть мы выходим с предложением о покупке, мы эту цену фиксируем, собственник соглашается с данной ценой и мы фиксируем это временным таким договором, который выражается в описании объекта и выражается в фиксации той цены. Следующий очень важный момент, который необходимо сделать, естественно, как можно начать? А начать можно именно с оформления доверенности на именно того юриста, который будет проводить эту сделку. Где эту доверенность брать вообще? Как это? Как это все это происходит? Наш юрист, юрист нашей компании присылает текст доверенности нашему покупателю. И есть два варианта оформления этой сделки. Если человек живет недалеко около греческого посольства, он может сделать эту доверенность в греческом посольстве. Но для тех, кто живет далеко, живет далеко от, скажем, Хабаров, то есть там, где нету греческих посольств. Вопрос, а что нам-то делать? Ответ очень простой. Российские нотариуши берут текст этой доверенности, вносят свой бланк, апостелируют это и присылают нам. То есть мы эту доверенность получаем на русском языке, мы ее переводим на территории Греции, мы заверяем в коллегии адвокатов перевод, и эта доверенность является абсолютным законным основанием для того, чтобы начать оформление сделки, для того, чтобы начать оформление налогового номера, банковского счета и всех финальных процессов, которые необходимы, чтобы купить наш дом. Вот сколько по времени, например, вся процедура занимает? Процедура оформления доверенности или... Давайте закладывать тот факт, что все-таки все компании, бюрократические офисы работают на сниженной скорости, мы закладываем около двух месяцев, то есть это 60 дней для того, чтобы оформить нашу недвижимость. Хорошо. Предположенность, что через два месяца происходит? Значит, человек в Греции еще не был, но собственником уже стал. Да. Теперь следующий очень-очень приятный момент, который, опять-таки, у нас отшлифовался в период пандемии. Если раньше Департамент по делам иностранцев требовал для тех, кто хочет оформить вид на жительство обязательного въезда в страну, обязательного пребывания в стране и оформления доверенности на ВНЖ именно на территории Греции, то сейчас у нас есть очень большой бонус. Я все-таки снимаю шляпы перед греками, потому что они действительно думают о том, как эта программа может работать вот именно сейчас. Так вот, они нам дали возможность оформлять доверенность на оформление ВНЖ опять-таки на территории той страны, где мы находимся. Но очень большой нюанс. Если мы доверенность на оформление сделки получаем у нотариуса, у нашего российского, то все-таки на ВНЖ доверенность мы должны оформить, назначив нашу встречу, рандеву в посольстве Греции. Вот, то есть вот этот нюанс. Но, имея эту доверенность, мы можем подавать на ВНЖ. Ваш юрист, который занимается этой темой, он сможет подать ваши документы и прислать для вас замечательную долгожданную бумагу, которая удостоверяет нас о том, что мы можем ехать в страну при любом форс-мажоре. Значит, еще разочек. Вот физически, вот эту ВНЖ-шную карточку, ВНЖ-шный документ я получить могу только в Греции. Но въехать в Грецию сейчас, даже в текущих условиях, я могу по некоему другому документу, который показывает, что оформление ВНЖ уже началось. Да, да, да. Что это за документ, как он выглядит, чисто технически, как это все работает? Слушайте, у Греции любимый цвет голубой и белый. Так вот, наш документ, который выдается в департаменте по делам иностранцев, когда человек свои документы отправил и у него их приняли, называется «бле в эвеосе». То есть это голубое удостоверение. По этому голубому удостоверению человек может приехать из той страны, где он находится, на территорию Греции. Он может свободно въехать при любом локдауне, при любом карантине. Потому что это в «бле в эвеосе» является абсолютно равнозначным документом с видом на жительство. Иными словами, значит, я, еще раз очередное повторим, я оформляю доверенность. Недвижимость куплена. После этого я оформляю доверенность уже другого рода, которая говорит о том, что я хочу на основании этого получить ВНЖ. Абсолютно верно. Еще до получения ВНЖ появляется у меня вот эта бумага, которая является основанием для того, чтобы меня выпустили из моей страны и впустили в Грецию. Абсолютно верно. Абсолютно верно. У нас такой возможности до пандемии не было. И поскольку программа «Золотая виза» очень популярна и набирает обороты, особенно ее всплеск сейчас идет, то, естественно, греческое правительство не могло упустить такого шанса и не могло упустить своих уважаемых инвесторов, покупателей и людей, которых просто любят Грецию. Поэтому вот этот момент, он у нас появляется именно сейчас. Он появился сейчас. И с 1 октября 2020 года, то есть буквально месяц назад, начат процесс приема вот этих документов на оформление вида на жительство. Потому что до этого было все закрыто, то есть было все в состоянии заморожено. Поскольку ситуация стабильная в Греции с заболеваемостью и работает все, то именно сейчас как раз те, кто купил недвижимость, допустим, в июне, в августе, в сентябре, сейчас эти люди могут уже начать оформление вида на жительство благодаря вот этим вот возможностям. Окей, спасибо, давай тогда поговорим о конкретных примерах. Значит, ты говоришь, что уже появились некоторые клиенты, которые сейчас каким-то образом купили, и что еще более важно, они каким-то образом доехали. Есть конкретные примеры, давай конкретно об этом поговорим. Да, давайте, давайте, потому что это действительно очень, я считаю, полезная информация для тех, кто сейчас планирует приехать в Грецию, кто планирует что-либо купить и планирует оформить. Итак, очень был у меня интересный звонок с Украины, я бы сказала, даже не звонок, а такой крик. Хотим приехать, но не можем. Что нам нужно делать? Что нам нужно для того, чтобы приехать и оформить все наши документы? Значит, у семьи была цель оформить себе золотую визу, была главная проблема – невозможность въезда в страну, и с нашей стороны был предложен следующий план. Они хотели строить себе дом, то есть нам нужен был участок. Я проделала работу по видеопоказания этого участка, то есть мы этот участок выбрали в онлайне, мы его купили. Дальше наши архитекторы, дизайнеры, инженеры и вся команда сейчас на данный момент занимается разработкой строительного объекта и оформлением лицензии на строительство. До последнего момента мои покупатели думали, что смогут въехать в страну, что, может быть, какие-то новые факторы, влияющие на открытие границ, Украина, к сожалению, сейчас въехать не может, по крайней мере, напрямую в Грецию. Поэтому был вопрос, а что делать? Ведь у нас нет того необходимого количества, скажем так, инвестиций, чтобы получить золотую визу. Поэтому после покупки участка, после начала оформления лицензии на строительство дома, мои клиенты сказали, Наташа, давайте мы с вами еще выберем какой-то доходный объект, для того, чтобы у нас набралась сумма 250 тысяч, и мы начнем оформлять нашу недвижимость, а потом уже будем строить дом. Так вот, у нас был первоначально куплен участок, мы купили его за 130 тысяч, оформляется проект дома, который сейчас находится в стадии разработки, и параллельно мы купили, докупили вилу, которая является доходным, великолепным объектом. Эта вилла сдается у нас на английском рынке, и стоимость этой виллы 250. То есть мы с вами полностью покрыли необходимые условия для вхождения в золотую визу, и сейчас на данном моменте куплены вот эти два объекта, и мы занимаемся тем, что подготавливаем документы для подачи в департамент по делам иностранцев. То есть люди вообще в страну не въехали, они въедут тогда, когда их пригласят на биометрию, то есть когда их пригласят на сдачу своих пальчиков, и тогда они уже будут абсолютно идти по, скажем так, другой категории, то есть они уже владельцы недвижимости и уже участники программы «Золотая виза». То есть вот этот практический кейс показывает, что можно сделать все на дистанции. Ну, естественно, многие спросят, как я куплю, если я не вижу, не знаю и так далее. Вы знаете, не бывает случайных сделок, не бывает. Бывает очень долгая, кропотливая работа с клиентом. Для того, чтобы человек вышел на дистанционную онлайн-сделку, все-таки я считаю, что должно быть завоевано доверие к риэлтору, к агенту, к специалисту, к эксперту. И вот это доверие, оно формируется в течение нескольких месяцев. Мы начали работать с семьей с Украины с июня месяца. То есть прошло достаточно много времени, и вот на сегодняшний день у нас полностью оформлены две сделки. проект на строительство дома и документы на ВНЖ в стадии оформления. Первый практический кейс. Окей, переходим ко второму практическому кейсу. Здесь история немножечко иная, как я понимаю. Да, история иная. Вы знаете, любая история опять-таки начинается или с заявки, или с какой-то смс, или с какого-то звонка. И вопрос следующий. Наташ, хотим оформить вид на жительство. Страну въехать не можем. Я говорю, хорошо, давайте с вами пока займемся подбором объектов, а потом мы с вами решим, как и что нам делать. Значит, в этом случае люди не хотели дистанционно оформлять сделку. Они хотели лично почувствовать, пощупать, ощутить атмосферу их будущего дома. Поэтому, когда у нас открылись границы 7 сентября, мы начали выстраивать наши всевозможные проекты, как можно к нам приехать. Потому что, к сожалению, прямых рейсов как не было, так и нет. Для тех, кто хочет въехать в страну. Да, есть лимит 500 человек в неделю. Там разные компании билеты продают. Потом эти билеты все превращаются в ваучеры. То есть очень печальная история. Поэтому мы стали смотреть, каким образом можно въехать в страну, ну, как-то вот изменив свой план въезда, но все-таки добравшись до Греции. Так вот, ребята у меня, эта семья, первоначально попыталась выехать через Лондон. Работает эта цепочка, работает через аэропорт Хитроу. Но здесь был не учтен тот факт, что один самолет между другим самолетом имеют временную разницу 12 часов. То есть нужно было людям выходить из транзитной зоны и снова заходить в нее. А у них не было британской визы. Поэтому они, пытавшись улететь через Лондон, этого сделать не смогли. Зато они смогли влететь через Египет, через Каир. И, в принципе, вот этот сейчас вариант въезда в Грецию очень и очень рабочий. Очень удобная состыковка, всего лишь 3 часа. То есть прилетая из Домодедово и Шинитиво в Каир, вас отводят в терминал номер 2, транзитники, и после 3 часов вы спокойно вылетаете в Афину. Вот таким образом люди въехали. И, естественно, приехав сюда, они уже знали, что они хотят смотреть, что они хотят выбирать. Та вилла, которая была им показана в онлайн-показе, как говорится, им понравилась. То есть не было ожидаемого и реальности абсолютно разного. Им понравилось то, что они увидели в реальности и после видеопоказа. И мы сейчас вышли на оформление сделки. То есть был сделан оффер на покупку этой недвижимости. И опять-таки сделаны две доверенности волшебные, которые нам необходимы. Одна доверенность, которая дает возможность купить, другая доверенность, которая дает возможность оформить вид на жительство. Итог всей этой истории. Люди уехали из страны. Они улетели через Франкфурт. То есть любая сегодняшняя европейская столица открыта для тех, кто вылетает из Греции. Она открыта. То есть дорога туда насложнее, дорога обратно. Да, да, да. Самое главное, что не требует тестов, не требует QR-кодов, не требует ничего. Единственное требование, когда люди приезжают и выезжают в Россию, на территорию Российской Федерации, у них требует в течение трех дней сданный тест, и результаты или отметки отдачи этого теста помещаются на сайт о госуслугах. Все. То есть въезжать сложнее, выезжать намного проще. И очень большой бонус. Те, кто находится в Греции, не помещаются на двухнедельный карантин. То есть люди, которые уехали на несколько дней и вернулись к себе домой, могут спокойно продолжать свою рабочую деятельность. Им не нужно выпадать из реальной жизни на две недели. Вот это очень большой плюс. Окей. Ну и давай тогда поговорим про третий. Тут уже есть некоторые вопросы, уточняющие по кейсам, но мы на них тоже обязательно отметим. И третий кейс у тебя был, ну, русский из Швейцарии. Да, ребят, это была действительно необычная история, которая меня еще раз убедила в том, что программа греческая «Золотая виза», она действительно является одной из самых комфортных. Все программы, которые существуют сегодня в Европе по «Золотой визе», это «Испанская», «Португальская», «Программа Мальты», «Программа Греции», эти программы, они все имеют разный денежный вход. Программа, как мы знаем, «Испания» – это 350-550 для инвесторов. У нас «Португалия», по-моему, тоже 350 или 300, то есть намного выше ценник. Так вот, греческая программа – это программа 250 тысяч. 250 тысяч. Получается сразу пятилетний вид на жительство. Получается возможность пребывания в Греции безлимитно. Возможность пребывания в Европе 180 дней в году. И кроме этого, нам не нужны никакие банковские депозиты. Это очень тоже приятный бонус, потому что и Испания, и Португалия, и Мальта, они кроме того, что требуют покупку недвижимости на большую сумму, требуют еще и денежки на банковском счету их страны. Так вот, греки этого не требуют. И однажды у меня раздался телефонный звонок, как начинается любая история. У меня был вопрос. Наталья, вы знаете, меня не интересует конкретно дом, меня интересует конкретно программа «Золотая Лиза». Я нахожусь в Швейцарии. Мне власти не продлевают вид на жительство по определенным личным причинам. Я хочу приехать в страну, хочу выбрать любой дом, чтобы просто приобрести себе вид на жительство. «Не хочу возвращаться в Россию, потому что меня закроют на карантин, я хочу оставаться в Европе». Вот такой был, скажем так, клич о помощи. Люди приехали ко мне, они прилетели на Корфу. В принципе, не было конкретного представления, что они хотят. То есть они просто говорили, хотим вкладывать каких-то денег. Это не наш последний вариант недвижимости. Мы тут жить не будем, мы просто хотим вложиться и получить ту заветную бумажку, которая говорит нам о том, что мы являемся членами Европейского Союза и можем в любое время путешествовать, выезжать, въезжать и так далее. Они приехали ко мне, мы с ними выбрали очень чудесную виллу, причем эта вилла была куплена по замечательной цене. Первоначальная стоимость этой виллы была 310 тысяч. Мы купили эту виллу за 270 тысяч. То есть, да, вот эта вилла с бассейном. Апельсинчики прилагаются, я вижу, да? Да, да, апельсинчики прилагаются, весь инвентарь, все прилагается. Стоимость этой виллы, ребят, была 310 тысяч. Почему эту виллу продавали и почему такая большая скидка? Владимирся этой виллы англичане. У нас этот год вообще английский, то есть англичане или покупают, или продают. Им нужно быстро продать и им нужно быстро свои проблемы решить. Так вот, как раз у нас все сложилось. Эту виллу продавали англичане, им нужно было ее быстро продать. И у нас как раз был тот горячий клиент, который сказал, я хочу ее купить, и я даю вот такую цену. Ну, естественно, мы к этой цене пришли не сразу. У нас были бои. Очень любят все торговаться. Но я хочу сказать, что мы добились именно той цены, которая была приятна для обеих сторон. И для нашего покупателя из Швейцарии, и для наших английских продавцов. Поэтому, опять-таки, сделав доверенность на имя юриста нашей компании и сделав доверенность на оформление золотой визы, наши замечательные клиенты улетели в Швейцарию. Они сейчас находятся там и ждут того момента, когда мы их сможем пригласить на сдачу пальчиков и биометрии. Вот такой еще один необычный практический кейс. То есть здесь был конкретный план остаться в Европе, закрепиться и войти в самую дешевую программу. И эта программа сработала. То есть действительно это работает, действительно это экономически приятно. Потому что приобретая недвижимость за 210 тысяч, прошу прощения, за 250 тысяч, у нас вся семья получает возможность находиться в Европе. Ну, в двух словах, наверное, давай просто чисто формально напомним, тем более, что все-таки вопросы были. Базовая история. Кто получает право на ВНЖ по этой схеме? Сколько объектов можно купить? Буквально в течение одной минуты просто напомним. Вдруг для кого-то из наших зрителей это вновь, а узнать, конечно, имеет смысл. Конечно, интересно, программа «Золотая виза» греческая была запущена в 2014 году. Эта программа набирает обороты каждый год все больше и больше. Что она предусматривает? Инвестиции через недвижимость. Инвестиции для получения вида на жительство. 250 тысяч, что мы можем купить? Мы можем купить один объект, можем купить 5 объектов, 10 объектов. То есть у нас нету лимита, который нас бы ограничивал в количестве приобретения объектов. Мы можем купить себе 5 квартир по 50 тысяч. И мы тоже будем в этой программе. Мы можем купить себе один земельный участок, можем купить себе проект на строительство на нашем участке. Это тоже является основанием для того, чтобы получить «Золотую визу». Поэтому, когда у нас набирается просто формально сумма 250 тысяч, мы можем быть, можем войти в эту программу и получить в течение двух месяцев нашу долгожданную карточку. Она очень напоминает такую банковскую приятную карточку с таким чудесным бар-кодом. И по этой карточке мы можем путешествовать и находиться в Европе при любом форс-мажоре. Завершая часть, касающуюся ВНЖ и гражданства, все-таки задам этот вопрос. Понятно, что он вряд ли имеет какой-то официальный ответ, но тем не менее. Сейчас многие переживают по поводу того, что происходит, скажем, с кипрской программой. Действительно, ситуация напряженная и непонятная. Примерно год назад в очередной раз заговорили о том, что греки как раз планируют что-то подобное. Называлась примерная сумма. Два миллиона. Да. Давно об этом говорят греки, давно. Все это обсуждается в кулуарах. Я думаю, что сейчас для греков это будет очень хорошим шансом для того, чтобы эта программа выстрелила о греческом гражданстве после инвестиций стоимостью в 2 миллиона евро. Но пока на данный момент это является лишь обсуждаемой темой. То есть пока официального какого-либо объявления и официальных каких-то заявлений о том, что эта программа запущена, нет. Получение... Твое внутреннее... Понятно. Твое внутреннее ощущение. Греки что-то делают в этом направлении? Мы вас ждем. Мы все этого ждем. Мы все этого ждем. И ждем с какой позиции. С той, что действительно греки это должны сделать. Они не упустят такого шанса. Потому что это люди, которые прекрасно поняли, насколько страна интересна. Насколько она оказалась благополучна. И, естественно, они, я думаю, что с Нового года нас порадуют тем фактом, что сделают нам вот такой новогодний подарок, заявить, что будет работать эта программа. И те, кто хочет приобрести греческий паспорт, они могут это сделать. Но я со своей стороны, у меня вот такое небольшое есть сомнение, чтобы цены не полетели вверх. То есть те виллы, которые сегодня стоят миллион или 800 тысяч, вдруг нечаянно будут стоить 2 миллиона. Ну понятно, да. То есть когда у тебя есть объект за 2 миллиона, когда у тебя есть программа, которая предлагает покупку недвижимости от 2 миллионов, странно продавать какой-то объект за миллион 900. А зачем? Да. То есть автоматически могут цены подняться для того, чтобы дотянуть до этого уровня. А с другой стороны, вы знаете, на многомиллионные виллы, на элитную недвижимость, все-таки, я считаю, всегда можно получить очень хорошую скидку. Всегда. Потому что это штучный товар, это точечный товар. И это действительно идет работа конкретно с собственником. И там всегда мы очень хорошо получаем скидки. Благодаря тому, что мы путаем напрямую. Наташа, вопрос пошел как раз. Если есть два партнера с общим капиталом 250 тысяч евро, но одному ВНЖ нужен, а другому нет. Возможно ли записать недвижимость на обоих, а ВНЖ только на одного? Так. Значит, есть у нас два партнера. Партнеры не вкладывают по 250 тысяч, правильно? Всего у них на двоих есть, да. У них всего 250 тысяч. Значит, по программе «Золотая виза» очень четко указано, что главный интересант должен вложить 250 тысяч. Что есть? Два партнера, вложив 250 тысяч в общей сумме, не могут быть претендентами на «Золотую визу». Не могут. То есть нужно быть кому-то одному владельцем этой собственности. Нужно попросить подарить. Пусть один подарит другому немножко денег, и тогда все будет хорошо. И чтобы 250 шли от одного. Ну, видите, как милая история. Давайте не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Наташа, ну и теперь давай тогда перейдем к вопросу. У нас тоже несколько комментариев от наших зрителей уже было. Собственно, то, с чего мы с тобой начали. Ну, безусловно, многие хотят получить греческие ВНЖ, и это является целью. И, соответственно, покупка недвижимости финансового, в том числе, привязана к определенной сумме. Но есть и другая ситуация, когда у людей нет такой задачи. Или когда, может быть, такая задача есть, но интересует в первую очередь не процедура, а стоимость, цены объектов. Да. Начиная с марта, с апреля, мы все говорим о кризисе, и отрицать то, что он есть, довольно странно. Количество сделок, безусловно, снизилось. Что с ценами? И давай поговорим о ценах и о конкретных примерах, на что сейчас можно рассчитывать. Давайте. Я уже говорила о том, что пандемия обнажила все самые глобальные интересы. То есть для англичан это дешевые дома, для людей, которые хотят жить вне города, это дома с земельным участком, для людей, которые хотят работать на дистанции и жить в Греции, это третий вариант домов. У нас была главная цель. Нашим клиентам предложить наиболее интересные варианты и оптимальные варианты. Есть они или нет? Эти варианты есть. Но я хочу сказать один очень интересный, скажем так, отметить момент. Никогда, никогда, если нет конкретного реального покупателя, если нет реального конкретного оффера, тебе греческий собственник не скажет, что у него цена снижается. То есть это вот тот классический вариант, когда есть интерес конкретный, есть конкретный оффер, есть конкретная цена. У нас были такие варианты, когда, к примеру, одна вилла первоначально стоила 410 тысяч евро, и мы эту виллу выторговывали за 370 тысяч. То есть огромная разница, огромная скидка. Но это опять-таки мы знаем специфику собственника, мы знаем его нужды и его боль. То есть почему он эту виллу продает, что он может потерять и что он может получить. Поэтому работа с греческими собственниками, конечно же, это отдельная история, это нужно писать отдельную главу, потому что тот человек, который выставляет свою недвижимость, он нам говорит первоначально, у меня нет проблем в деньгах, то есть сколько будет продаваться, сколько это будет на рынке, мне не важно, главное, что я бы продал за свою цену. Но когда появляется реальный покупатель, когда реальные появляются деньги, настоящие, живые, хрустящие, вот этот вот собственник, который говорил, мне неинтересно там сейчас или после, когда-то я это продам, он понимает, что вот этот момент сейчас для него кризисный, то есть или сейчас, или никогда. Поэтому очень много есть у нас случаев, подтверждающих то, что первоначальная цена и конечная цена, они абсолютно-абсолютно равны. Правильно, но ты говоришь о истории, в общем, такой вне временной, а мы сейчас говорим все-таки об истории пандемической, то есть мы с тобой, опять же, я пересматривал наш с тобой предыдущий вебинар майский, ты же тогда говорила, что да, появились предложения, которых все-таки, ну, в допандемическое время все-таки не было. Давай сейчас... Да, предложим, нет, смотрите, есть предложения на те виллы, которые были выставлены на краткосрочную аренду, то есть виллы, которые работали, приносили доход, и вдруг все резко прекратилось. То есть у собственников ощущение невесомости, они не знают, что с этим делать, поэтому они нам звонят и говорят, что давайте мы цену снизим, и действительно были очень хорошие скидки, скидки были, я бы сказала, на даже 30-40 процентов. Почему? Потому что люди ощутили состояние вот этой неуверенности и страха, особенно когда было 2-3 месяца полного локдауна, вот там произошла полная адаптация сознания собственников греческих. То есть они стали идти более охотно на уступки, более активно давать объекты со скидочными ценами. Смотри, вот ты сказала о виллах. Понятное дело, что если у тебя был объект, который ты предлагал в краткосрочную аренду, в июне-июле нервишки наверняка шалили. Потому что, ну, как бы, особенно если ты, ну, хочешь какой-то доход получать здесь и сейчас, и не готов, тебя не успокаивают абстрактные рассуждения, что рынок восстановится когда-то. Но, тем не менее, а цель покупателя-то в таком случае, он так, это интересно тогда уже покупать для себя, потому что, ну, все равно кто-то скажет, что в 21 году все восстановится, кто-то скажет, что нет. То есть продают те, кто эти виллы воспринимал как источник дохода, а покупают те, кто хочет купить для себя? Конечно, конечно. Это как раз, это как раз именно тот вариант, когда люди спрашивают, я хочу купить виллу для себя. Для того, чтобы переживать все вот эти форс-мажоры, чтобы переживать все пандемии. Почему-то вот я вообще очень оптимистически настроенный человек, то есть я считаю, что это все, вся история закончится с пандемией. Но у многих клиентов вот переживать пандемии, то есть какие-то форс-мажоры, то есть мне нужна та гавань, где я могу спокойно жить, наслаждаться морем, солнцем и по хорошей цене. Так вот, продают те, кто работал на краткосрочной аренде, а покупают те, кто хочет эту виллу для своей семьи. Хорошо, а вот такой вопрос из Фейсбука сейчас нам задают. Но все-таки ты можешь сказать, что цены на недвижимость в Греции и в Греции в целом, и на Корфу конкретно упали? Нет, нет, нет. Плохо? А что же они не упали? Это не плохо, нужно уметь торговаться. То есть цены, в принципе, они у нас уже низкие, потому что, учитывая то, что мы были 12 лет, мы были вот в этом кризисе, так называемом греческом, у нас цены, в принципе, они низкие по сравнению с другими европейскими странами. То есть если брать динамику цен, то мы находимся на взлете, и физически априори мы не можем снова влететь вниз, потому что они уже более низкие. Цены могут быть снижены там, где есть правильная политика компании работы с собственником и правильное понимание нужды собственника. То есть это уже личные контакты и личные практические кейсы. Как с ними работать и как у них ту цену, которая нам нужна, получать. Хорошо, давай тогда рассмотрим конкретные примеры, которые ты подготовила к нашему вебинару. Ну и просто, наверное, пару слов все-таки надо сказать, поскольку ты говоришь сейчас, ну вы работаете по всей Греции, но вот примеры ты взяла конкретно с Корфу. У Корфу есть все равно своя специфика. У нас... Мы тогда перейдем к примерам. Да, да, давайте посмотрим. Итак, что на рынке сегодня? Вот, собственно, тот вопрос, который многих интересует. Сейчас давай смотреть. Квартира в центре Корфу. Прекрасно. Прекрасная квартира. Эта квартира полностью отремонтированная. Квартира имеет возможность как использования персонального, так и сдачи в аренду. И учитывая локацию, это объект очень-очень ликвидный. Почему? Потому что один из главных запросов, который всегда был и есть, это апартаменты, в которых можно и пожить самим, и которые можно одновременно сдавать на всяческих туристических платформах. Вот. Поэтому я считаю, что вот... Подожди, а вот сейчас, вот сейчас же эта квартира, вот в данную секунду, она сдается на какие-то туристические платформы? Сейчас может приехать турист и ее забронировать? Да, 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 да. То есть летом эта история была нереальная, а сейчас, условно говоря, немцы, французы, англичане, бельгийцы, они в Грецию приехать могут и могут ее квартиру арендовать? Конечно, конечно. Вы знаете, у нас полно народу, полно туристов. В этом году сезон будет, я считаю, до конца ноября месяца, потому что те люди, которые не могли приехать в пандемию, они приехали сейчас. И погода-то у нас как раз благоприятная. То есть тепло, солнечно, спокойно. И люди, уставшие от этого хаоса и психоза европейского, они сюда приезжают и просто-напросто отдыхают. Поэтому все квартиры, которые есть именно в центре Корфу-тауна, они прекрасно сдаются. А это у тебя там проехала, да, какая-то полиция? Это у нас, видимо, они решили нас поддержать и сказать... Поддержать, да, да. Хорошо, давай вот про эту квартиру. Вот ориентировочный размер аренды. Наша зрительница спрашивает, сколько можно, насколько можно ее сдавать, ну, в хороший сезон, не в хороший, вот в этом сезоне, ну, хотя бы примерно. Смотрите, поскольку квартира находится в историческом центре Корфу, то есть Корфу все знают, что это тот необыкновенный остров, который характеризуется венецианским стилем. В принципе, мы не Греция, мы не Греция. Это тот микс Италии, Англии, Франции, который всех привлекает, и не только инвесторов, но и туристов. Поэтому вот эта квартира, к примеру, может сдаваться в день, в низкий сезон, я считаю, 80-100 евро в день, в высокий сезон, то есть это не июль, а август, она может сдаваться 120-130 евро в день. То есть это реальные цены, это реальная картина, которая существует на рынке краткосрочной аренды. То есть любая локация, которая есть, она дает тебе хорошую цену. Вернее, не любая, а именно правильная локация, она дает тебе хорошую цену. А как ты отвечаешь на вопрос, о чем можно говорить, если мы говорим о среднестатистической доходности? Вот какую доходность на Корфу ты считаешь хорошей? 6-8% после выплаты всех налогов и всех расходов. Я это говорю с уверенностью. Почему? Потому что мы делаем специальные, скажем так, расчеты по каждому доходному объекту. Те, кого интересуют такие расчеты, мы можем прислать на конкретные виллы. И после выплаты всех налогов остается 6-8%. То есть это достаточно высокая доходность, достаточно хорошая прибыль. И те люди, которые планируют свои инвестиции, просто получив вид на жительство и просто отдав эту недвижимость в управление, управляющей компанией, могут получать такой доход. Я просто к тому, что зрителям хочу обратиться. Вот Татьяна задавала вопрос. Значит, компания Натальи, она работает не только на Корфу, просто Наталья сейчас находится на Корфу. Так что вы можете обратиться к ним по конкретным запросам, в том числе и по недвижимости Аттики. И если будет интересно, просто на наш, на приановский адрес тоже нам напишите. Мы, безусловно, с удовольствием конкретно свяжем вас со специалистами по тому региону, который вам нужен. Наталья, давай тогда такой вопрос. Значит, хорошо, посмотрели квартиру на Корфу. Ну, 150 цена, там, кто-то скажет, большая, кто-то скажет, не очень большая. В твоей базе все-таки минимальная цена той квартиры, на которую стоило бы обращать внимание. Ну, потому что в Греции говорили, там, и за 10, и за 15, и за 20 тысяч какие-то объекты есть. Если мы говорим о том, о чем, что представляешь ты, что можно сейчас посмотреть, и так далее. 50, 60, 70, 100, какая цифра минимальная? Вы знаете, в зависимости от того, какая цель у наших покупателей. Понятно. Можно, смотри, можно купить с целью инвестиций, получения дохода, можно купить с целью получения, получения вида нажительства. Что нас конкретно интересует? Предположим, ну, понятное дело, что если у человека нет желания покупать, то есть получать ВНЖ, и цифра 250 по какой-то причине для него запредельная, но вот какой-то объект вложиться было бы интересно. Или, допустим, у него уже куплена недвижимость, скажем, на 200, а ему нужно добить до 250. Я спрашиваю сейчас безотносительно цели. Ну, вот понятное дело, что они могут быть абсолютно разные. Но какую цифру ты можешь назвать? Что вот у вас есть, если мы говорим о нижней границе? Вы знаете, если я вам скажу, что у нас есть недвижимость, которую можно купить за 25-30 тысяч евро, наверное, люди будут находиться, скажем так, в небольшом замешательстве. Как же так? Высокие цены, миллионные виллы, и вдруг такие цены. Чем интересен Корфу для инвесторов вот такого среднего малобюджетного уровня? Интересен тем, что у нас есть огромное количество домов, которые люди приобретают и реставрируют. То есть мы можем купить старый венецианский каменный дом, который привлекает и туристов, и затем будущих покупателей. Мы можем купить его за 25-30 тысяч евро, этот дом отремонтировать, то есть на ремонт у нас уходит тоже около 30-35 тысяч евро, и у нас получается новый ликвидный объект, который будет и экономически приятен для собственника, и при перепродаже может принести прибыль, я бы сказала, в 40-45%. Это сегодня новый вид бизнеса, который очень популярен, он набирает обороты. Кстати, этим занимаются англичане, итальянцы, немцы. Они начали скупать у нас вот такие старые дома, которые принадлежат ЮНЕСКО, по дешевым ценам реставрируют их и выставляют снова на продажу. Поэтому вот вопрос о том, какая самая низкая цена захода в греческую недвижимость, вот, пожалуйста, очень цены. Хорошо, но опять же то, что ты говорил, и то, что я слышал, что если брать, опять же, Корфу и брать, например, район окрестностей Афины, или тем более окрестностей Салоников, окрестностей Салоников, они более бюджетные, то есть относительно, ну, при прочих равных. Конечно, конечно. И Салоники, и Афины можно найти сегодня квартиры, естественно, вторичку за 50-60 тысяч, 70 тысяч. Цены повысились, я бы сказала. То есть то, что было раньше 10-15-20 тысяч, таких цен уже нет. И на сегодняшний день, то есть фактически тот уровень, который сегодня существует, это уровень 50+, то есть 45-50 и уже поплыли вверх. Вот, поэтому это квартиры или требующие ремонта, или квартиры отреставрированные в зависимости от локации. Все играет локация. Как у нас говорят, любят говорить наши англичане, location, location, location. То есть это самый главный момент, когда человек выбирает себе недвижимость. Уточняющий вопрос от нашей зрительницы. А вот база вот этих объектов на реставрацию, они российским покупателям доступны? То есть если к вам обратиться, вы можете показать? Это на нашем сайте. Заходите к нам на наш сайт. Я могу представить кейсы дом, который был, и дом, который стал. То есть это два разных объекта, которые действительно могут приятно удивить и могут приятно, скажем так, вам денег в карман положить. Арина, смотрите, вот я как раз даже зрительница. Пожалуйста, обращайтесь, контакты с Натальей есть. И ежели там напрям не найдете, пожалуйста, напрямую обращайтесь. Да, да. Можно. Итак, давай посмотрим дальше. Ты показала объекту за 150 тысяч эту квартиру. Теперь давай посмотрим дальше. Это уже земельный участок. Вы знаете, очень много у меня вот перед пандемией появилось заявок от людей, которые говорят, устали от города, хотим тишину, море и спокойствия. Поэтому вот многочисленные участки, которые есть, они как раз вот отражают вот это пожелание. То есть этот участок расположен, ну, фактически на самом берегу Адриатического моря. Это у нас в конкретном случае северо-западная часть Корфу. И на этом участке можно строить дом 230 квадратных метров. Может участок просто быть куплен и просто стоять, ожидая того, что повысится цена. А цена повысится, потому что земли много не бывает в Греции и особенно на Корфу. Особенно видовые участки, особенно те, которые находятся недалеко от моря. Вот эта тенденция тоже стала проявляться. Мы смотрели недвижимость, но мы не нашли то, что нам понравилось. Мы хотим новые, достаточно много утомленного, старого. Мы хотим в стиле хай-тек. Вот у вас все-таки более такие традиционные здания. Поэтому у нас как альтернативный вариант – это земельные участки под застройку. Наша компания разрабатывает проекты, наша компания строит. Лично я для моих русскоязычных покупателей являюсь куратором и связующим звеном. То есть я работаю с застройщиками, я работаю с теми, кто разрабатывает все планы. То есть я полностью веду это строительство, и мы всегда находимся в контакте. То есть человеку не нужно гоняться за строителями или привозить строителей. Очень многих пугает, кстати, эта тема. У нас абсолютно эта система налажена. То есть есть один человек, с которого я спрашиваю, что происходит, где мы находимся, сколько это будет стоить и какой у нас проект. И этот один человек нам полностью дает отчет о том, что он сделал. Вот. Поэтому вот такой новый формат приобретения недвижимости у нас тоже стал появляться. Ну и давай теперь совсем уже помечтаем или, может быть, порадуем следующее предложение от Натальи Церру и от ее агентства. Это Руа Эксклюзив, Руа 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 Реал Эстейт. Пожалуйста, тут уже прям совсем хорошо. Люблю я эту виллу. Это дом для большой дружной семьи, которая хочет приехать практически два гектара земли. Представляете, два гектара чудесного кипарисового леса с чудесными запахами, кипарисы, эвкалипты, бассейны, маленькие зоны. То есть учитывая количество земли, учитывая количество и квадратов, и спальных комнат, вот этот объект прекрасно может быть использован для большой семьи. То есть семья может приезжать на каникулы, может жить, а может эту виллу сдавать в аренду. То есть эта вилла в день сдается по 800 тысяч евро в день. 800-1000. Скажи, пожалуйста, она продается там с мебелью совсем? Все, абсолютно все. Вот в данном случае причина продажи и вот эта цена 850. В таких же объектах, понимаешь, очень трудно оценить какую-то золотую середину. То есть если бы ты показала такую виллу, условно говоря, за 700 тысяч, ну или за миллион, скажем, ну что та, что другая цена, по большому счету, очень мало что могла бы сказать. То есть может такая вилла стоить 700? Наверное, может. Может миллион? Наверное, может. Вот 850. Как бы ты ее оценила, эту цифру сейчас? Вы знаете, когда мы берем какой-то объект на продажу, у нас, поэтому мы поставили наш эксклюзивный значок. Это говорит о том, что прежде чем выставлять какую-либо цену, мы просчитываем все варианты. То есть сколько она может нести дохода. Какие у нее расходы на оформление этой виллы. Какие у нее плюсы, какие у нее минусы. Конечно, эту виллу можно поставить за миллион. Потому что это все сказка, которая никогда не может определить какую-то цену. Но в нашем случае наша цель – поставить реальную цену. Реальную. Ту цену, которая соответствует данному объекту. По локации, по возможностям, по атрибутике, по фурнитуре, по году постройки, по атмосфере. Поэтому любая цена, которая есть, она согласована, она просчитана. И скажу вам маленький секрет. Эта цена может быть снижена. То есть всегда остается возможность для торгов. Любая греческая цена – это цена, которая обсуждаемая. То есть любой интересант, давая свой оффер, может этот оффер получить и будут при этом все счастливы. То есть любая недвижимость, которая стоит выше, чем 500 тысяч, конечно же, по финальной цене будет хорошо нами, нашей компании. Собственник прислал. Хорошо. Я тогда просто хочу еще раз задать тебе этот вопрос. Ну, ты на него начала отвечать, но все-таки. Правильно ли я тебя услышал, что вот если мы говорим о ценах на недвижимость статистически, то статистически они не снизились, по крайней мере, за последние полгода. Абсолютно верно. Если мы говорим о настроении продавцов, то у тебя есть ощущение или знание, что они стали более гибкими? Или это не совсем так? Абсолютно правильно. Настроение продавцов, особенно в осенний-зимний период, я бы сказала, достаточно пессимистическое. Вообще греки – народ очень зависящий от солнца. То есть солнца нет, настроение плохое. Солнце есть, настроение прекрасное. Поэтому осень-зима – это одно из самых лучших периодов, один из лучших периодов для покупки недвижимости по хорошим ценам. Почему? Потому что собственники находятся в состоянии такой маленькой депрессии. То есть сезон закончился, солнца нет, идет дождь. И вот как-то так все печально и плохо. Поэтому вот именно в этом моменте очень хорошо смотреть недвижимость и давать оферты и получать прекрасные скидки. Есть настроение. Но самое главное, я думаю, тут необходимо и знание, и доверие компании, которая ведет эту сделку. Это тоже очень один важный момент. Ну, доверие, оно, безусловно, важно в данных случаях, наверное, особенно, потому что, ну, все-таки мы еще раз то, с чего мы начали, подавляющее большинство сделок, которые сейчас можно и относительно просто организовать, это история, связанная с удаленной покупкой. То есть или вы доверяете, оформляете доверенность, ну, по тем правилам, о которых Наталья сказала в самом начале, и обращаетесь к компании, и завершаете сделку, потом уже решаете, нужно вам ВНЖ, не ВНЖ. И второй вопрос, а как действовать дальше, да, то есть все, что уже, вы можете попытаться сейчас пересечь границы, прямых рейсов нет, и мы это знаем, но Каир, потом мы с тобой говорили про Турцию, авиасообщения прямого между Турцией и Грецией сейчас нет, то есть там можно только каким-то другим способом проехать. К сожалению, авиасообщение между турками и греками, ну, достаточно давно прекращено, но есть возможность приехать через Турцию по суше, по земле, то есть просто физически пересекать границу с помощью автобусов, такси, мы с тобой об этом сегодня говорили, то есть те, кто, допустим, приехал в Турцию, въезжают в Грецию наземным путем, возможно, и я хочу сказать, что сейчас границы до 7 ноября продолжают быть открытыми, это очень важно, и я думаю, что пролонгация вот этого процесса, она будет и дальше, потому что, конечно же, не может быть страна закрыта после того, как очень большой интерес выражен покупателями на приобретение греческой недвижимости. Греции стали отзывчивыми и стали более лояльными, я бы сказала, и мне это очень приятно. Ну что ж, я думаю, что мы на значительную часть вопросов ответили, если на какие-то не ответили. Контакты Натальи, она никуда не исчезает, она на нашей же планете, соответственно, пожалуйста, вопросы задавайте, просто если что, позвоните или напишите сразу после нашего вебинара, тянуть не стоит. Вот написали, Наташ, обратили внимание, что у тебя потрясающая улыбка, а вот у меня улыбки не хватает, я действительно сегодня мрачный, что ли, или нет? Тебе как показалось, а не мрачный, не очень мрачный? Я думаю, что пора всем, пора всем набирать позитива и пора всем приезжать к нам в Грецию, потому что невозможно не улыбаться, находясь здесь. Даже у нас, знаете, вот смотрите, у нас за экраном проходят автобусы, машины, у нас сегодня небольшая такая погода, не то что мрачная, а немножко тучки нас закрыли. Но это только в солидарность со всеми нашими зрителями, чтобы вам было не совсем грустно, поэтому у нас... Мне на самом деле не грустно, я просто как-то, как-то, я сегодня был слишком сосредоточен, мне уже несколько человек сказали, а уж когда мы закончим эфир, сколько на меня выльется сарказма и презрения, что я, оказывается, был сегодня не очень весел. Давайте сделаем следующим образом. Во-первых, я начинаю улыбаться, лучше поздно, чем никогда, раз уж так пошло. Момент такой. Ой, я попрошу нашу, свою коллегу, Маритю, включить нам еще один ролик, который, да, запись вебинара, несомненно, будет, включить роличек наш замечательный, который, несомненно, прибавит настроение, улыбки и так далее. Я думаю, что сейчас это будет самое то, и после этого мы еще пару слов о нашей работе скажем. Я, на самом деле, о, все, он уже начался, так что ничего пока говорить не буду. Ах, море голубое, как не грустить. Оно, оно, оно самое. Оно, 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 Всем привет! Меня зовут Рула Руба. Всем привет! Меня зовут Наталья Руба. Добро пожаловать на Корпус, Греция! Невозможно удержаться. Даже я смотрю и сам себе завидую. Действительно, атмосфера великолепная, дружественная, солнечная. Приезжайте к нам, приезжайте. Мы с вами будем обязательно дружить, общаться. Мы поможем вам от начала до конца, а потом будем добрыми, хорошими друзьями. Я пару слов позволю себе уже, наверное, в самом конце. То есть, на самом деле, друзья, какие-то вопросы, возможно, на что-то мы еще не ответили. Рекомендую просто напрямую уже связываться. Тем более, что я увидел некоторые вопросы, они носили такой уже довольно частный личный характер. Наталья, безусловно, ответит. Я перед тем, как проводить этот вебинар, в течение нескольких дней обратился к человеку, чьим мы в нашем вебинаре до сих пор не называли, а вообще, наверное, стоило бы. Вы уже, наверное, догадались. Это знаменитый английский писатель-натуралист Джеральд Даррелл. Почему Джеральд Даррелл? Понятно. Дело все в том, что самые знаменитые и самые известные его произведения были написаны о Корфу, поскольку он долгое время на Корфу жил. И мне в силу своей работы нам не очень пристало говорить о том, что покупайте здесь или не покупайте здесь, здесь лучше, здесь хуже. Наша цель просто представить, а уж дальше вы решаете, надо, не надо. Но об эмоциях кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то больше любит Грецию, кто-то Турцию, кто-то Китай, кто-то Монголию. Абсолютно. Не важно. Абсолютно. Но в данном случае я позволю себе все-таки небольшую реплику, а точнее даже не реплику, а цитату. Цитату из книги о Джеральда Даррелла, я ее специально приготовил. Как неприятно, Филипп, что ты так подготовился. Прямо стараемся работать, работа такая. Спасибо большое. Одна цитата, это не самого Джеральда Даррелла, а его биографа, а в частности о пребывании на Корфу. Цитата следующая. Десятилетия спустя старый, находящийся на грани смерти Джеральд Даррелл снова вспомнил тот волшебный пейзаж, который навсегда изменил его жизнь. И вспомнил его с болью, присущей всем нам, когда мы вспоминаем об утраченной юности. «Мы снова вернулись в рай», – прошептал он, – «приплыв на Корфу, мы словно родились заново». Я не знаю, купите вы на Корфу или нет, это уже не мой вопрос, это вопрос ваших желаний, вопрос ваших взаимоотношений, возможно, с Натальей. Но что точно могу сказать, побывать мне бы лично там хотелось, просто потому, что как-то много в Греции было, очень люблю эту страну, но как-то на Корфу не доводилось. Наташа, ну, значит, увидимся, тем более ты обещала. Обязательно, обязательно. Я на самом деле приглашаю всех, я живу на Корфу 13 лет, в Греции я живу 25 лет. Я жила и на материке, и сейчас живу на Корфу. Я вам хочу сказать, что действительно для меня это то самое место, о котором, может быть, я мечтала все эти годы. Несмотря на то, что это остров, но это остров дает абсолютно все. И международный аэропорт, и международный порт, и локацию расположения Италии, Европа, все очень близко. И самое главное, то настроение, атмосфера, тот аристократизм, который есть. Недаром в нашем ролике мы вам пытались показать все, что есть у нас. Это и Святой Спиридон, это и дворцы итальянских аристократов, это и университеты, это и маленькая Венеция. И это вот то настроение солнца, позитива, кумкуата, лимончелло и чудесных, замечательных греческих блюд, которые не оставляют никого равнодушным. Поэтому живите счастливо, меняйте вашу жизнь и приезжайте к нам в Грецию, а мы для этого и находимся здесь, чтобы вам всем помочь, стать счастливыми. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, Наталья Циророва, компания Rula Rua Real Estate, прямо с Греции. Килимберезин, Прианру, недвижимость за рубежом. В ближайшее время у нас будут еще вебинары, в основном из южных стран, у нас конец октября, начало ноября, время южное. Спасибо вам огромное за внимание, всем огромного здоровья, без него, как выяснилось, не просто никуда, а совсем-совсем никуда. До скорой встречи, Наташа, спасибо огромное. Спасибо всем, с удовольствием отвечу на все вопросы, которые были в чате. И, конечно же, звоните, пишите, всегда с вами Наталья Рува и ваш замечательный Корфу. Спасибо, Филипп. До свидания, удачи. Спасибо, ребят, спасибо.